Актуальный разговор Актуальную сложную, актуальную для родителей многих подростков мы сегодня тему выбрали А действительно, почему так происходит? Был ребенок, такой пухляш, так было все хорошо первые 5-7 лет жизни А потом вдруг раз и начал дерзить, грубить родителям, хамить иногда Отчего это происходит? А происходит это от того, что мы, родители, иногда, исключительно из благих побуждений Но начинаем нарушать границы личного пространства ребенка То есть он растет, он развивается, развивается и расширяется его границы пространства Он уже больше может и, соответственно, больше хочет А родитель не всегда успевает за вот этим вот детским Я хочу, могу, мне надо Родитель-то продолжает жить по-прежнему, по-прежнему каким-то своим ожиданиям от ребенка Ребенок раздражается, злится Что вообще такое хамство? Это, по большому счету, вербальная агрессия А агрессируем мы на то, что считаем несправедливым, нечестным, неправильным Отсюда и феномен То есть ребенок понимает, что он сейчас делает что-то недопустимое, да? Он понимает, что он сейчас играет с огнем Может быть, он, родители, даже ответную еще большую агрессию может вызвать Или он не осознает этого? А вот здесь очень интересный вопрос Почему мы называем это недопустимым? Вот если мы посмотрим на те фразы, которые используют родители При воспитании своего вот этого вот 5-7-летнего пухляша Ну что ты плачешь? Ты же уже большой? Ты же уже взрослый? Говорим мы, когда пытаемся успокоить ребенка где-нибудь в очереди И второй момент, когда ребенок начинает транслировать модель поведения взрослого Вербально агрессировать Ну то есть занимать верхнюю позицию Мы телесно ее занимаем, а ребенок занимает ее через голос, через интонацию Мы уже даем второе послание Как ты разговариваешь со взрослыми? И вот здесь парадокс А я тогда где? Вот здесь вот вы мне говорили, что ты же уже взрослый А вот здесь вы мне даете послание, что я как бы не полноценный взрослый Или как бы не взрослый И чему тогда верить? И тогда у ребенка возникает такой очень интересный момент У него теряется эмоциональная насыщенность образа взрослого То есть у нас у любого слова, у любого понятия есть определенный ассоциативный эмоциональный ряд Мы наполняем эти слова и понятия своими смыслами А какой тогда смысл закладывается у ребенка в этом понятии? Ведь наверняка это просто про поверхность, что взрослый это просто тот, кто старше Но это не носитель определенных функций, это не носитель определенной дозы уважительного отношения ко взрослому Это просто тот, кто старше Эта причина, она, конечно, очень логична Она прям вот заходит Она универсальна, она распространяется на все возрасты То есть в любом возрасте вот именно на это ребенок отвечает так Или там есть какая-то градация Маленький, скажем, первоклашка Подросток, поздний подросток, уже совсем взрослый, 18-летний, скажем У них разные причины и разные реакции Я думаю, что различия есть, но дело в том, что эти различия вырастают на общей базе То есть у нас же хамство чаще всего не возникает внезапно Какие-то предпосылки этому есть И иногда родители очень мило относятся к этим детским предпосылкам Вот когда маленький ребеночек говорит какое-то не очень хорошее слово И все родственники так, ой-ой-ой, и засмеялись Я вам больше скажу, они доставят телефон и начинают записывать это на видео Вот у нас, кстати, есть одна небольшая видеонарезка Такая, я даже не знаю, как ее назвать Забавная, грустная Давайте мы ее посмотрим, потом прокомментируем И ты меня, мой деда, меня слушай Тебя слушай? Да Я должен тебя слушать Ты меня Не ты меня должна слушать? Нет, ты меня А как? Почему это? Ты меня слушай Спускайся Нога! Спускайся, говорю тебе Гелья! Спускайся, давай руку Гелья Давай руку Давай! Не буду ничего сказывать Что тебе Вам что надо? Чтобы ты Извиню Что тебе надо? И что тебе надо? Ой, ну такие истории совершенно разные В видео второе по счету Мы там видим, да, что папа явно подыгрывает ребенку Вот тот эмоционально как-то Какие-то звуки издает Он еще не говорит этот малыш И папа тоже подыгрывает ему Вот это вот как С точки зрения психологии Вы бы оценили Это правильно или нет? Получается, он же его провоцирует на эту эмоцию Потому что там даже текста нет как такового Там просто копирование Он скорее одобряет То есть в психологии Есть такое понятие, как Своя стая И не своя стая И это понятие очень хорошо развивается В нашем организме, в нашей голове В подростковом возрасте Вот подростки стремятся войти в свою стаю И, соответственно, отделиться от другой стаи И когда папа вот в таком вот раннем детском возрасте Показывает, что в нашей стае функционирует вот так вот Ну логично, что это вмонтируется В систему представления ребенка о мире О межличностном взаимодействии Об отношениях И он начинает подбирать себе свою стаю Вот по этим вот критериям А в моей стае вот так Мы ругаемся, мы грыземся Мы можем назвать друг друга нехорошими словами И для нас это будет, в общем-то, нормой Вообще, в общем и целом, хорошо или нет Вот вести себя так с ребенком Смеяться, подыгрывать Не знаю, включаться всем родственникам в это во все И давать ребенку понять, что вот когда ты так себя ведешь Так громко кричишь на нас Мы все вокруг тебя сплачиваемся, улыбаемся Нам все это ужасно нравится Некоторые в ладоши даже хлопают Это правильная позиция или нет? Или нужно это пресекать изначально Не допускать, пресекать Не развивать вообще Не углублять Вот такое поведение изначально Здесь тоже очень сложно дать однозначный ответ Потому что в некоторых ситуациях Хамство ребенка носит Ну даже характер защиты и безопасности То есть когда он умеет твердо, например, ответить Постороннему человеку на улице Который зовет его к себе Мы знаем, что сейчас очень небезопасное время И ребенку надо уметь давать твердый отпор То есть, может быть, здесь было бы правильным Ну, конечно, не в этом возрасте В этом возрасте, может быть, подгашивать Вот эти вот проявления ребенка Но в районе 5-6 лет Ребенку объясняют, что Слушай, вот иногда бывают ситуации Когда уместно кричать Громко говорить, злобно говорить И рассказывать о том, какие это ситуации То есть рассказывать, учить ребенка Включать фильтр идентификации взрослого Как опасного и как безопасного взрослого И разделять правила Что вот с опасным взрослым Ну, например, с тем, кто там на улице подходит И предлагает какие-то конфеты Или предлагает куда-то отвезти ребенка Куда-то проводить Что с опасным взрослым Злиться хамить можно С безопасным взрослым нельзя Но здесь тоже очень важный момент Становясь или позиционируя себя Как безопасных взрослых Мы должны ими истинно быть А не использовать какие-то Уничижающие фразы для ребенка Не унижать его честь и достоинство Не хамить ему просто так А что ты так со мной разговариваешь Даже интонационное хамство Оно же прослеживается А получается, когда мы вроде как бы Себя спозиционировали как безопасный взрослый Но поведение безопасным наше не стало То у ребенка тогда не формируется Вот этот вот фильтр И он всех взрослых Начинает воспринимать как опасных Он и хамит от этого всем Учителю, тренеру Не знаю, там, бабульчике Из соседнего подъезда Попросившая сделать музыку потише Для него все опасны Потому что самое главное Безопасным стать не смог Ой, как много зависит от роли родителя От правильного, от грамотного Правильного поведения родителя на берегу Давайте мы наших телезрителей К разговору к нашему пригласим Если вам сегодняшняя тема Про детское хамство интересна Мы предлагаем вам Поучаствовать в нашем опросе Который традиционно в нашей группе ВКонтакте Мы запускали В этот раз мы вас спрашивали А вот вы лично, вы как реагируете на хамство? Обратите внимание В уголочке экрана будет QR-код появляться Можно свой смартфон на него навести Принять участие в нашем голосовании Мы попозже в выпуске его итоги подведем И непременно прокомментируем Ульяна, такой вопрос Давайте подбираться к тому Как, собственно, с этим работать Например Звонит учительница или пишет И говорит Ваш Петенька хамит взрослым Вот мне Я ему так сказала А он мне вот так вот грубо ответил Какую сторону принимать? Как разбираться? Ругать ребенка? Нет Мы там не присутствовали Мы этого не слышали Как себя вести грамотно? Чтобы еще больше на ребенка против себя не настроить И чтобы не оказаться в позиции Небезопасного Взрослого Ну, первым этапом Это обязательно разговор с ребенком Скажи, пожалуйста Действительно имела место быть Вот такая ситуация И как ее оцениваешь ты сам? Может быть, на самом деле Услышав сообщение учителя Мы увидели только одну сторону И эта сторона является Абсолютно необъективной Давайте будем говорить честно И во взрослой учительской среде К сожалению, немало случаев Когда учителя немного перегибают палку Это ни в коем случае не какой-то выпад в сторону учителя Это про то, что в отношениях всегда несут ответственность оба И в отношениях учитель-ученик тоже Дальше Выслушав мнение ребенка Мы объясняем ему Рассказываем ему Какое поведение было бы уместным в этой ситуации И к каким бы последствиям привело уместное поведение То есть здесь очень важно всегда разговаривать о последствиях О причинно-следственных связях Что, слушай, ну вот смотри Ты опоздал на урок Учительница на тебя накричала Как ты мог себя повести так, чтобы она успокоилась Вот какие способы, ты знаешь И он начинает просчитывать, продумывать Извиниться Да Постучать в дверь Извиниться Что? Да Объяснить то, что ну вот бабушку через дорогу проводил Если это действительно там была бабушка Это именно вопрос про то, что честно, не соврать То есть учительницу в этой ситуации мы не обвиняем Мы не говорим, что Мария Ивановна такая нервная Да, она на всех кричит и у нее наверняка с утра настроение было в няхте Ты просто ей под горячую руку попался Мы не обесцениваем, на нее вину не перекладываем Мы максимально работаем с тем, что он бы мог со своей стороны сделать так, чтобы ситуация не валилась в конфликт Да, то есть это даже не работа про то, что мы занимаем судейскую позицию Мы начинаем говорить, вот виноват ты или Мария Ивановна Кто молодец, а кто неправ Нет, мы про то, что мы разбираем разные сценарии И учим видеть последствия разных сценариев И в этом феномен ответственности Не в том, что я обязан слушаться там Мария Ивановна Нет, а в том, что я выбираю слушаться Мария Ивановна Потому что после моего послушания мне достается спокойный учитель там, спокойная мама, отсутствие ремня от папы Вот, классно же, я сознательно это делаю И если я сознательно выбираю нахамить Марию Ивановне, то я понимаю, к каким последствиям это приведет Если мы сами ребенку нагрубили, нахамили беспричинно Потому что у нас было плохое настроение и у нас был сегодня тяжелый день Вот, как извиняться? Нужно ли это делать? Не уронит ли это авторитет взрослого в глазах ребенка? Про извинения Давайте поговорим Это 100% не уронит авторитет взрослого в глазах ребенка И здесь надо понимать, что извинения — это не только слова К сожалению, когда мы просто так вот извиняемся Говорим, ну прости меня, сегодня был тяжелый день И после этого не показываем на уровне деятельности наше истинное раскаяние То мы обесцениваем саму фразу «извини меня» Мы же можем часто это использовать И мы можем спровоцировать такое же поведение у ребенка Вот он нахамит скажет, ну ладно, мам, извини, сегодня был тяжелый день Что мы тогда будем чувствовать? Явно же неудовлетворенность Угу, значит, у тебя был тяжелый день, а наорал ты на меня Но теперь и у меня тяжелый день А если мы, например, изначально в семье ввели определенные правила Определенные санкции за нарушение вот этих вот правил То есть про то, что в нашей семье не используются, допустим, матерные слова Или в нашей семье не используются фразы, унижающие друг друга, такие как И если кто-то это делает, то он на санкционном уровне идет и, например, моет посуду за всеми Ой, какое прекрасное правило То есть у нас извинение – это всегда рядом с искуплением Не просто с обозначением того, что я понял, что я неправильно поступил А именно с вариантом деятельностного подхода, чтобы вызвать эмоции Если в семье разные члены этой семьи Одни вот не могут с эмоциями совладать, всем грубят Другие страдают от этого Сами взрослые страдают, ну и ребенок тоже вместе с ними страдает Вот когда ребенок видит и одну модель поведения, и другую Он скорее какую из них примет для себя Я слышала, что он даже, возможно, какое-то вариативное поведение будет использовать То есть вот условно там с папой я вот так жестко разговариваю Как он с нами, со всеми у нас строит А мама мягкая, ну с ней уж ладно, так и будет тоже так же мягко Вот это вариативное поведение – это хорошо, плохо Куда, скорее всего, склонится маятник? Я думаю, что здесь невозможно предсказать, в какую сторону будет отклонение маятника Ребенок взаймет позицию спасателя То есть он действительно будет утешать маму периодически Периодически злиться на папу Но дело в том, что вот то, что вы обозначили – это треугольник Карпмана Это игра по ролям жертва, агрессор, спасатель И самое интересное, что эти все роли, они периодически перетекают друг в друга То есть спасатель становится жертвой, спасатель становится агрессором У нас здесь нет четкой модели поведения, что я всегда буду отвечать злостью Где-то я от этого буду страдать и умирать и переживать очень сильно Поэтому, ну, как правило, такие семьи все-таки в наше время долго не функционируют Слышала я такое мнение, что, например, имеет смысл потерпеть Вообще с ребенком ничего не делать Отступиться от него Переходный возраст тяжелый Ну, похамит и перестанет Перестанет, даже называют конкретно возраст, когда перестанет Примерно 15-16 лет Он будет настолько увлечен не тем, что раньше весь его фокус внимания был куда-то наружу, вовне А теперь он будет очень увлечен собой Например, он влюбится, будет думать только о себе И только о своей, значит, пассии И грубить, дерзить и хамить перестанет Правда, нет? Правда, что наступает такой волшебный возраст сам с собой? Возраст волшебный, конечно же, наступает Только тогда встает другой вопрос Откуда тогда появляются все вот эти вот хамящие, наглые взрослые? Взрослые, если когда-то был этот волшебный возраст То есть здесь, наверное, начинается какое-то затишье Но опять-таки, если эта модель поведения вмонтирована в систему ценностей ребенка В систему его мировосприятия Но он все равно начнет это показывать Просто, может быть, он на время утихнет Либо найдет новый, кстати, объект для демонстрации вот этого поведения А от нас вроде как бы сепарируется, отдалится Ну, что с нас взять? Мы же все равно уже старые, ничего не понимаем Вот Но он же вырастет во взрослого А много случаев, когда взрослые необоснованно Ну, где-то в общественном месте Нахамили, нагрубили, надерзили Ну, обидно же Обидно Они же откуда-то выросли Ой, согласна Я предлагаю прямо сейчас подвести итоги голосования Которые в начале выпуска мы заявляли Мы вас спрашивали, уважаемые телезрители А вот вы, лично вы, как реагируете на хамство? Смотрите, какие ответы получили 29% неполных, почти каждый третий сказал Отвечают тем же Надо хамов ставить на место, поэтому я отвечаю им тем же 25% Каждый четвертый сказал Мне проще как-то проигнорировать хаму, как-то промолчать И большинство, 46% говорят Объясняя, что со мной в таком тоне Говорить не нужно Как прокомментируем Смотрите, какие самоотверженные 46% Способны взять себя в руки Не ответить грубостью на грубость Просто объяснить Наверное, вежливо, я надеюсь Да, хорошее уточнение Мне кажется, что вот Когда отвечают на этот вопрос Обычно воспринимают феномен хамства В какой-то внешней Неблизкой среде То есть, может быть, на улице Или в общественном месте А вот это же очень сложно Объяснять, что со мной в таком тоне Говорить не надо Человеку близкому, например, который хамит И однажды, когда мы начинаем объяснять Что со мной в таком тоне Говорить не надо Мы же тоном тоже можем нахамить Со мной в таком тоне Разговаривать не надо Это уже же, по сути, плюс к этим 29% Да, да То есть, мы же 80% берем невербаликой Мы можем не нахамить смыслом Но нахамить интонацией Получается практически у всех Можно прям одной фразой буквально У нас полминутка до конца эфира остается Профилактика грубости Есть такое понятие Что сделать прям по пункту Можно перечислить, чтобы Это было как можно реже в нашей семье происходило Профилактика Это что? Во-первых, адекватное отношение Ребенку к запретам Объяснение ребенку, что запреты Это про безопасность И не про то, что родитель так хочет Дальше Что нам нужно еще сделать? Опять-таки, вот этот идентификатор Где грубость возможна и в каких ситуациях Где грубость не нужна Ну и в-третьих, это создание безопасной среды дома Чтобы хотя бы дома ребенок знал Что вот там безопасно Вот они вышли на экран Эти наши правила Обязательное правило Знаю я, что грубые просьбы ребенка не выполняют Дождаться, когда он успокоится Чтобы это закрепилось Когда ты в хорошем тоне В хорошем настроении Вот так общаешься Только тогда то, чего ты хочешь, сбывается Да, правда? Можно таким образом манипулировать ребенком? Можно, но у него же может возникнуть ассоциативная связка Что вот я сначала попрошу грубо А потом надо 10 минут подождать И мама все равно выполнит Никуда не денется То есть здесь может быть увеличивать промежуток Чтобы уж точно разбить вот эту вот ассоциативную связь Не было этого варианта манипуляции Спасибо огромное, Лена Как всегда с вами было интересно, полезно Приходите к нам еще Спасибо Это была программа «Актуальный разговор» Мы сегодня выясняли, что же делать, если ребенок вам хамит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!